Гарраб Рамадан ухна сава, уфна в салми аади, Я Рабдин суму сава, я Рабдал Айбади. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва ракатуху, дорогие мусульмане, постящиеся мусульмане, пусть Аллах субханаху ата'ала примет ваш пост. Вот, закончились у нас три уроза. Через некоторое время, полчаса, двадцать минут, у каждого по местности, иншаллах, отпустят уроза. И будет первая радость, которую обещал нам пророк, саллиллаллаху алейкум ва салям, лисайми фархатанского пророка, где постящего человека есть два радости, два счастья. Первый – это счастье, которое вы почувствуете, когда начнете кушать, которая – это радость, что можно кушать, и то, что было запретно, становится халалом. Вторая радость. Как это сейчас почувствовали? Иншаллах, когда встретите Аллаха, судный день, это второе обещание тоже почувствуйте, иншаллах. Главное, искренне поститесь, искренне поклоняйтесь, иншаллах, и судный день обрадуемся, когда мы встретимся с Аллахом, мы рассказали достоинство самого поста. Сегодня, иншаллах, коротко расскажем, достоинство месяц Рамадан, месяц поста. Аллах в Куране говорит, шахру Рамадан, а лязи унзила фи хил Куран. Месяц Рамадан. Тот месяц, который был ниспослан в нем Куран. Этот месяц, месяц Рамадан был, который Аллах, субханаху ата'аля, начал ниспослать Куран к пророку, саллиллаху алихи и салам. И также саллаху аль-махфулла, Куран полностью на небеса была ниспослана тоже месяц Рамадан. Первый месяц, который это месяц Курана, месяц, который начался Куран, ниспослать к нам, это подарок, который Аллах, субханаху ата'аля, который нам был ниспослан. Это закон Аллаха, который к нам принесли, чтобы мы его соблюдали. Куран не для барраката, чтобы на полке стояли или в машине держали, или когда ребенок рядом поставили, чтобы ему шайтан не навредил. Не для этого Куран, не чтобы как талисман на шее таскать. Не для этого этого Куран. Этот Куран был не способ, чтобы мы его читали и соблюдали то, что в этом Куране есть приказы Аллаха, субханаху ата'аля. Это месяц Шахру, Рамадан, это месяц Курана. Второе, это месяц Сабра. Испытывает наш Сабр, наше терпение. Потому что, если не ради Аллаха, терпеть этот голод, жажду, тем более в тех местах, где жарко, где дни очень длинные, кому приходится поститься 15, 16, 17, 18 часов, это нелегко. Но это легко для того человека, который он чувствует помощь Аллаха, субханаху ата'аля, и поститься ради Аллаха. Это месяц Сабра. И Аллах Куране говорит, это месяц Сабра, месяц терпения. И терпеливым Аллах, субханаху ата'аля, дает вознаграждение без ограничений. Я в прошлых лекциях, вчера и позавчера рассказал, что Пророк сказал, что Аллах говорит, пост для меня, и я дам вознаграждение за поста, не ограничил. И также Сабр, терпение тоже. Аллах говорит, в Коране поистине вознаграждение для терпения без ограничений, без ограничений получает человек из-за этого, иншаллах, тот, кто ради Аллаха постится и терпит жажду, терпит голод, и еще сверх этого терпит, чтобы харам не смотрит, харам не слушает, харам не берет, к харамному не идет. Это все за это терпение Аллах Субхану Ва Таалла вознаградит без ограничений, иншаллах. Этот месяц закрывает ворота ада и открывает ворота рая. В другом хадисе говорит, открывает ворота небес, чтобы ваши дуа приняли. Из-за этого побольше поминайте Аллаха, побольше просит Аллаха Субхану Ва Тааллах. Все, что вам нужно, просите Аллаха Субхану Ва Тааллах. Алхамдулиллах, именно Рамадан месяц, когда приближается, у многих бывает людей хорошие деяния, хорошие намерения. Он говорит, иншаллах, Рамадан месяц начнется, я оставлю пить, больше не буду пить. Некоторые говорят, иншаллах, я буду бросить, курить. Некоторые говорят, иншаллах, с этого момента я харамный не сделаю, оставлю харамный. Из-за этого это Аллах облегчает, потому что это месяц. Акова они не мешают нам. Из-за этого начните с этого месяца оставить харам. Воспитайте до конца месяца и продолжите оставление харама, оставление курить, пить, прелюдия, остальное все, которое запретил Аллах. И в этом месяце есть Лайлату-Л-Кадр, который Аллах в Коране говорит, Лайлату-Л-Кадри хайру мин альфи-шахр. Месяц, ночь предопределения, который в этом месяце есть. Это в конце последних десять дней, один из ночей, один из ночей последних десять дней будет это Лайлату-Л-Кадр. Один этот ночь, кто оживет, все прошлые грехи прощает, как сказал хадис пророк, и один этот ночь лучше, чем тысячи месяцев, как сказал Аллах в Коране. Это больше, чем 83 года. Поклонение этому ночь, это лучше, эта ночь лучше, чем 83 года, больше, чем это. Это не сказал даже, ни 83 не сказал Аллах. Он лучше, чем тысячи месяцев, еще больше. Из этого, если был бы даже в году один ночь, Лайлату-Л-Кадр, ученые говорят, даже, говорят, этого одного хватало бы, чтобы все ночи года, что мы оживляли, именно достиг один этой ночи. Аллах, а пророк нам объяснил, последние десять ночей, из них один ночь 100% Лайлату-Л-Кадр. Если мы оживим последние десять ночи, мы получим это вознаграждение, иншаллах. И это месяц, месяц, который Аллах, субхану ему отвечает на ваши дуа. Есть хадис, который слабый, где сказал пророк, саллиллах, для каждого мусульмана есть один дуа, который отвечает в Рамадан месяце. Но достоверный хадис, который я вчера вам рассказал, не отвергает дуа постящего человека, когда он пост отпускает. Из-за этого увеличьте свой дуа, этот момент, иншаллах, Аллах ответит вас. И не забудьте нас в ваших дуа. Жиза куму ла хайран. Валхамду ла Рабб ла мин. Валсаламу алейкум в рахмату ла в баракату. Грррррррррмадан мы сауа, уф нефс мияде, я Рабб су му сауа, я Рабб ла ба дуа.